В общем-то, наконец-то, мне приехала вот эта вот вся моя штуковина для велика, которую я заказал. Сейчас будем ее разбирать. Тормоза. Купил я обычные черные коды. Тут тоже самое. Такой же код. Задний тоже. Метр восемьдесят гидролиния. Когда буду его наперед ставить, надо будет его чуть-чуть укоротить. Переклюк GX обычный. Пец у него! Пружина. Каретка на замену моей старой. Меня бесит то, что у вот этих вот штунов, которые у меня стоят, трубатив, они в стандарте DAP. Что это за стандарт, я не понимаю. Типа, диаметр оси штунов, он типа на миллиметр меньше, чем классический 30 миллиметров. Из-за этого стандартные кареты к ним не подходят. Надо именно вот такую. Зеб мой, Ultimate. Коробка достаточно большая. Крылышко, первое, что мы видим. Кстати, у нее есть дырки для установки нормального крылышка, которое привинчивается с помощью болтов. В комплекте его не положили, в комплекте положили обычное вот такое пластиковое крыло. А где купить вот это вот нормальное кайфовое специальное крылышко? Я ХЗ, его я нигде не нашел. Дальше по мелочи 85-й якорь дома будет валяться. Проставки, кстати, интересны они большего размера, чем у меня на Яре или меньшем. Сейчас сравню. Проставка Volume Spacer от Яре, от Zeba. Да, они идентичные. И, наверное, самый интересный момент. Вот она, вот монстр. Очень чувствуется то, что у нее ноги значительно больше. Чувствуется не весь вес у нее примерно такой же. Чувствуется то, что она жирнотная. Просто капец. Она реально жирнее боксера. Чуть-чуть настрагивание она не такая плюшевая, как я ожидал. Но, блин, она из коробки вообще безо всяких настроек. Все компрессии, наверное, полностью закрыты. О, да, вот это лучше стало. Собственно, эта вилка 190 миллиметров в ходу. Что я не могу сказать? Только можно поставить ее. Да, это не все запчасти, которые я планирую менять и апгрейдить на этом байке. Остались еще такие запчасти, как типа рулевая, подшипники, там грипсы, подсидел. Но я их не стал сейчас показывать, потому что, ну, согласитесь, в принципе, не сильно интересно. На них смотреть и распаковывать. Да, что теперь телепортируемся в мастерскую. Там, где мы будем разбирать в дрыщи этот байк и чистить его, и ставить там новые подшипники и все вот эти вот запчасти. Погнали. Хочу сказать спасибо парням из мастерской Велодоктор в Марина, которые позволили мне бегать с камерой вокруг своего велика на протяжении всего дня и получить вот этот вот кайфовый видос. Поэтому, если вам надо что-то с великами сделать, то советую к ним обратиться. Ссылка в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...